Луна Хендрикс, привлекая внимание своим экстравагантным стилем, вновь заинтриговала публику своим последним нарядом, который, хотя и напоминал предыдущий, стал еще более соблазнительным. Мини-юбка уступила место небольшим шортам, добавляя образ в дополнительную сексуальность. Луна продемонстрировала безупречное визуальное исполнение, включая каскад тройной лут, тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип, за которым последовал еще один двойной прыжок. Однако второй каскад оказался менее успешным, с тройным лутцем, но лишь двойным тулупом, и затем Хендрикс фантастически потеряла третий каскад, выполнив тройной флип, двойной тулуп и упустив еще один обязательный прыжок. Несмотря на ошибки, судьи не скупились на оценке, особенно в компонентной части, где Хендрикс получила 71 балл. Губанова, несмотря на одну погрешность при приземлении после тройного Сальхова, продемонстрировала отличное исполнение своей произвольной программы. Однако, судьи жестко урезали ее баллы, выявив два недокрута и утопив ее рейтинг в компонентах. В итоге Хендрикс завоевала первое место, не допустив крупных ошибок, но отрыв в оценках выглядел несколько несоразмерным и вызывал вопросы. На фоне этого Губанова, несмотря на замедление в конце выступления, получил на 5 баллов меньше, что казалось излишним. Невероятно компонентная бельгийская фигуристка Пензен Рон не справилась с проблемами не так круто в своем выступлении, хотя проявила стойкость и надежность. Несмотря на это, ее оценки ушли в минус и серебро досталось Губановой. В конечном итоге Хендрикс становится первой в Европе, а взгляды направлены на будущий чемпионат мира, где она, возможно, столкнется с японской звездой Сакамото. Анастасия Губанова заявила, что выиграть чемпионат Европы было почти невозможно. «Я безумно довольна и невероятно счастлива. Я не ожидала, честно. Я на этот старт сразу ехала не за медалью. Понимала, что золото – почти невозможная задача. Хотела просто сделать все по максимуму, чтобы ни в чем себя было упрекнуть потом. И кажется, получилось. А тут еще и медаль как бонус. Так странно, я вообще не нервничал в прокате. Этот чемпионат Европы – чуть ли не самый спокойный старт в моей карьере. Выходила на лед с мыслью, что надо получить наслаждение и оставить на льду все себя», – сказала Губанова. «Время проката я был как в тумане. Сейчас нахожусь в состоянии, когда не понимаю, что произошло. Но очень счастлива. Я сделала все, что планировала. Я просто очень счастлива. Я вообще не ожидала здесь медали. Я приехала развлечься», – добавила фигуристка. Бельгийка Луна Хендрикс высказалась о победе на чемпионате Европы по фигурному катанию. «Я знала, что очень много работала для этой медали. Я знаю, что большего я сделать не могла. Поэтому хотела получить удовольствие и, наверное, никогда со мной такого на старте не было. Я прям кайфовала. Да, не получилось откатать чисто. Очень жаль. Но я все равно счастлива. Этим летом у меня был очень тяжелый период. Я была очень мотивирована. Столько работала. К каждой тренировке относилась супер ответственно. А результат не было. Прыжки пропали. Я столько плакала, потому что так хотела, чтобы у меня все получалось. Но меня очень поддержал брат. Он сказал, что видит прогресс, что нельзя сдаваться. Но я-то его не видела. И только через несколько турниров я обрела какую-то уверенность в себе. Мне очень помогла работа с психологом. В прошлом году она помогла мне понять, зачем я катаюсь. Я ведь потеряла радость от фигурного катания, была очень растеряна. А она помогла мне ее снова обрести. Так что работа с психологом очень важна. Я ужасно спала ночью, просыпалась каждый час. Боялась проспать тренировку. Я ненавижу кофе, но сегодня перед прокатом решила его выпить, потому что мне нужен был заряд бодрости. Сказала Хендрикс. Луна Хендрикс объяснила, почему сменила костюм к произвольной программе. Если честно, я не очень уверенно чувствовал себя в том платье. Может быть, на чемпионате мира я снова буду в платье. Я посмотрю потом на видео, как смотрелся комбинезон. Но пока точно могу сказать, что он помог мне сегодня чувствовать себя комфортнее, сказала Хендрикс. Татьяна Тарасова высказалась о женских соревнованиях на чемпионате Европы 2024. Победа на турнире одержала бельгийка Луна Хендрикс, второй стала представительницей Грузии Анастасия Губанова, третий бельгийка Ниной Панзерони. Катание было потрясающим. Все три девочки катались замечательно. Выполнили абсолютно все без сучка, без задоринки. Технически на высоком уровне, без проблем. Катали программы как песню, слышали свою музыку, самозабвенно. С музыкой делали все технически сложные элементы, все тройные прыжки. Я считаю, что место распределились правильно. Хендрикс именно боролась в произвольной программе, за счет темпа, который в этой программе у нее есть, за счет большой скорости. Поздравляю Настю Губанову с сильнейшим красивым и нежным прокатом. Конечно, были бы наши одиночницы, был бы другой расклад. Ждем, когда нас туда позовут. Очень обидно сидеть дома со своими спортсменами ни за что ни про что. И наши юниоры тоже сидят дома. Хотя они ни за что не отвечают. Не участвуют в соревнованиях, сказал Тарасова. Инна Гончаренко заявила, что на Евро не хватало российских фигуристок. Все трое прокатали произвольную программу чисто, безошибочно. У Луны Хендрикс и короткая произвольная программа очень яркие. Произвольная у нее танцевальная и эффектная. Комбинезон ей очень идет. Поэтому, когда она получила хорошие оценки, было ясно, что, скорее всего, за ней будет первое место. Следом за ней выходила Анастасия Губанова. Ей не просто было выходить после Луны, потому что поддержка зрителей огромная. И Настя очень хорошо прокатала. Она девочка пластичная, лиричная. У нее очень высокие пролетные эффектные прыжки. На Сальхе у нее была маленькая ошибочка, которую отметили. А так прокат чистый. Последняя выходила Нина Панзероне, которая была еще тяжелее. Но надо отдать ей должное. Она чисто откаталась. И не просто чисто, а с хорошим настроением. Держала образ программы. Но сами прыжки у нее менее эффектные, чем у Насти. Невысокие. Но все качественно. Без недостатков. Однако судьи совершенно не справедливо компонентами разделили. Поэтому борьба за тройку была интересной. Девчонки показали женственное катание. Насыщенное. Не хватает наших девчонок, поскольку борьба была бы еще острее, накаленнее. Технический набор был бы совершенно другим. Я думаю, что вряд ли бы призеры стремились технически усложнить свою программу. Каждому свое. Сейчас так проходит чемпионат Европы, и мы его смотрим. Наслаждаемся фигурным катанием таким, какое оно есть. Сказал заслуженный тренер России Инна Гончаренко. Татьяна Тарасова заявила, что призерам Евро повезло из-за недопуска россиянок. Три девушки, которые оказались на пьедестале, катались очень хорошо. Просто потрясающе. Конечно, им всем очень повезло, что не было русских. Поэтому они все и на пьедестале. Хотя и я получил от их выступления удовольствие. И от технической составляющей, от программы. И от того, как они боролись. И от прыжков, сплетенных в канву программ. Все было замечательно. Я считаю, что между Хендрикс и Губановой очень большой разрыв. Это неправильно. Такого разрыва нет. Губанова большой молодец. Она всем доказала, что она звезда. И что с ней надо считаться. Анастасия поднялась с третьего места на второе, и спокойно могла бороться за первое. Но Луна сегодня каталась потрясающе. Но еще раз хочу сказать, им всем троим повезло, что не было русских девушек. Потому что мы не знаем, где бы они в этом случае были вместо пьедестала. Сказал заложенный тренер СССР Татьяна Тарасова. Среди танцевальных пара Гиньяра и Фабри победили в танцах на льду. Фиры и Гибсон вторые, Дэвис и Смолкин восьмые. Глеб Смолкин считает, что его и Диану Дэвис подвели нервы на чемпионате Европы. Будем внимательны потом смотреть прокаты вместе с тренерами. Что-то нам удалось здорово, что-то не очень. Мы чувствуем, что могли выступать лучше. Это, конечно, обидно. Но это тоже опыт. Это наш второй чемпионат Европы. Нам есть над чем работать. В наш первый же взрослый сезон мы попали на Олимпиаду. Потом был год без соревнований. Так что нам предстоит еще многому научиться. В том числе, как выступать на таких масштабных аренах, где столько зрителей. Мы никогда не выступали перед такой огромной аудиторией. Это очень непривычно. Физически мы готовы хорошо. На прокаты ходили без паники. Но все равно подвели нервы. Но повторю, это очень важный для нас опыт. Мы ведь не боремся тут за пьедестал. Это очевидно. Какие планы дальше? Отпраздновать день рождения Дианы. Устроим себе небольшой отдых, а потом снова за работу. Мы уже понимаем, что внесем небольшие изменения в программы. Впереди чемпионат мира в Анреале. И там точно не будет легче, сказал Смолкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова